Музыка Цифры, приведенные преподавателем, ребят шагировали. Мало кто из них знал, что в год каждый человек производит порядка 400 килограммов мусора. И в большинстве случаев все это свозится на свалки, а не на сжигающие заводы. Там он разлагается и приносит вред окружающей среде. С введением раздельного сбора отходов 50% мусора может идти на переработку и производство новых товаров. Надо как-то приучить себя, надо в первую очередь свыкнуть с мыслью, что мы теперь будем жить по-новому. А это очень тяжело и даже психологически. Человек привыкает, и он под накатанной уже по-другому не видит свое существование. Ему уже комфортно, ему удобно так делать. И получается выбросить он просто так уже мусор не может в общее ведро. Он уже будет вытаскивать этот мусор и раздельно разделять. Установки баков для раздельного сбора мусора очень ждет видновчанка Полина Калачева. Она одна из немногих, кто уже долгие годы сортирует свои отходы. Пока вывозить сухой мусор приходится самостоятельно. Его женщина собирает на балконе и раз в месяц передает пунктам приема. Сейчас и в городе всего два. Слово мусор я не очень люблю, я больше люблю отходы, потому что все-таки это полезные материалы, которые еще можно будет использовать. А мусор у меня, ну вот смотрите, обычный мусор в ведре, как у всех людей, в принципе, в пакете. Но пакет я использую такой, который разлагается. А справа, собственно, вторсырье, там пластик, пластиковые крышки, картон. То есть в течение дня то, что накапливается, то, что можно переработать, я складываю в эту коробку. И потом, когда она уже у меня накопится, я выношу на балкон и там раскладываю по пакетам. С 1 января каждая контейнерная площадка будет оснащена двумя баками – синим и черным. В синий надо выбрасывать не загрязненные сухие отходы, пластик, металл, макулатуру, стекло. А в черный – смешанные средства личной гигиены, пищу, емкости, испачканные продуктами питания. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.